Все по-настоящему. Родители приглашают сдать единый госэкзамен, чтобы понять, что ждет их детей. Мама и баба познакомятся с процедурой ЕГЭ и вспомнят школьную программу. Тем временем утверждено расписание экзаменов для школьников. Основной этап ЕГЭ пройдет с 29 мая по 1 июля. В этом году в Стрелитамаке больше 1300 учеников завершат обучение в 11 классе. На ЕГЭ к ним присоединятся и выпускники школ Стрелитамакского района. Пункты сдачи единого госэкзамена готовы. В каждой из пяти школ будет по 20 аудиторий. Наверное, главной особенностью этого года является то, что выпускников текущего года и выпускников прошлых лет разделили на два этапа сдачи единого государственного экзамена. То есть, выпускники текущего года сдают экзамен только в основной период, а выпускники прошлых лет имеют право сдавать экзамен в марте, который уже начнется в следующей неделе, в том числе в нашем городе, и в резервные дни июня месяца. В соответствии с расписанием экзамены будут проведены в три этапа – досрочный, основной и дополнительный в сентябре. Учителя советуют не только готовиться по предметам, но и морально. Причем второй относится и к выпускникам, и к родителям. Практика показывает, что это волнение больше возникает у родителей, которые больше волнуются, больше переживают, нежели их дети. Так вот, чтобы посмотреть, что же такое ЕГЭ, так ли это страшно. Посмотреть на контрольно-измерительные материалы, испытать себя, попробовать быть в роли сдающих экзамен, такая возможность будет как раз у наших родителей 18 марта. 80 мам и пап изъявили желание. Единый госэкзамен для родителей пройдет по русскому языку и математике в одном из пунктов ЕГЭ, в гимназии номер 5. Также экзамен предложили написать директорам школы детских садов. Задания уже печатают. Не забудьте паспорт, ручку с черной гелевой пастой и шоколадку. Шпаргалки детей оставьте дома. Анна Пугачева, Владислав Щетинин, Стролитамак, Служба новостей.